ну как же перед ними какими глазами ты будешь общаться со своими людьми ну у него был позывной хот-дог хот-дог ну долар для нас вражеская валюта нет хуже человека чем лицемер ну меньше будете сидеть в этом интернете умнее будете ну привіт друзі мене звати Олена Курбанова і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова лайф далі вас чекає неймовірна підвірка як і завжди у цей час російської антипропаганди сьогодні не буде зайвих слів і зайвих підводок я хочу аби ви максимально насолодилися тим що вони наговорили яка в них паніка які в них настрої на які нові теми і наративи вони вкидають і звісно всіх і кожного друзі я чекаю в коментарях ми маємо все це обов'язково обговорити але перш ніж ми будемо стартувати не забувайте лишити нам вподобайку та звісно підписаться на ютюб-канал Курбанова лайф быстрый интернет план у нас є в 25-м году эту тему закрити менше будете сидеть в этом интернете умнее будете менше будете сидеть в этом интернете умнее будете скоро ми поймем что такое интернет я понял это вам еще надо этот путь пройти доллар для нас вражеская валюта вот они ушли расчеты в долларах переклили нам поэтому тихонько уходим уходим и переходим больше на юани на российские рубри нас это устраивает будем потихоньку в этом направлении двигаться но имейте ввиду что я очень отслеживаю тарифы цены и так далее поэтому не переживайте счастливый день мы отказались от украинского гражданства и мы приняли гражданство российской федерации и мы этим гордимся слава России слава России спасибо Владимиру Владимировичу Путину спасибо большое за то что он нас поддерживает Владимиру Владимировичу Путину слава России ребята вместе слава России а может быть неправда неправда в нашем кодике русских и вы могли пойти и сказать что вы не согласны вот эта вот национальность русский она оскомину напила всему миру вот русский это пиздец не русский поэтому не говорите мне слово русский она наоборот сказала что здесь русских много и что вы можете пойти и доказывать вот русская девочка которая здесь тоже живет девочка русская должна пойти в окопы в окопы СВО и помогать раненым бойцам а не отсиживаться в Тариланде а вы не русские еще раз говорю мы белорусы поэтому мы жили на вас русских вы твари конченые все русские конченые вместе с Путином вашим вас как душить надо и творить повыводили своих повыводили своих мужиков в окопы они в Таиланде не могу я спокойно на вас смотреть когда я смотрю на вас паспорт меня трясет трясет потому что вы твари на все русские твари вот что вы твари ученились и весь ваш народ молчит молчи с 22 года никто не понимал я не на все на самолеты и сюда почему вы сказали что мне в таком ты тоже должна быть в окопах ты смеешься здесь не поддерживаешь его я не сука 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 ты русская значит так у меня твоих мы зафиксировали мы вызовем сейчас полицию что будет посмотрите я вас обидел потому что вы русские я какая квартира номер какая ваша квартира номер называется какого пыта вот знаем Мару нет я you know вам Бару да Галя отбила папа нет папа нет 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 успокойся уберите папу папу уберите папу уберите да быстро я в ночь махатает успокойтесь нет 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 все не он поймал сейчас ее вонсю будут видеть что ты нервы треповал иди зафикс а ты с чепчика делал все не готовятся сидеть папочка сидеть папочка папочка Все, сиди где-то. Рыбу ищи. Иди сюда, пойду. Иди. Мама, тихо, ты его же в нервируешь! Кого ты? Его не трогай! Да, кстати, знаешь, какой у него был позывной во время боев за Мариуполь? Он же... Какой? У него был позывной «Hot Dog». Хот-дог? Хот-дог, да. Понимаешь, вот человек относился к себе с достаточной долей иронии. А, он сам себе его придумал? Конечно, он сам себе придумал позывной «Hot Dog». А у его друга и боевого товарища был позывной «Невротик». А «Hot Dog» вызывает невротика. Невротик вызывает «Hot Dog». Я считаю, что нужно обладать достаточно не просто долей самоиронии, а вот это, знаешь, восприятие себя как, ну, там, кто я такой перед Богом, кто я такой вообще в этом мире. У меня один священник, как ты очень точно сказал, для спасения души нужно всего две вещи – смирения и чувство юмора. Поэтому это часть здоровой души, вот это самое ироничное отношение к себе здорового духа. А вот, кстати, об самой иронии. Знаешь, вот у Макса был позывной «Hot Dog», а у Владыки Тихона – кот по кличке Владыка. Тоже, знаешь, находясь на таком уровне внутри церкви, нужно иметь вполне ироничное отношение к себе и обладать достаточным чувством юмора, чтобы кота назвать владыкой. Да-а-а, там кот шикарный, всем руководит. Сегодня он вводит, например, гражданскую оборону в детских садах и школах. Ну, это очень умное решение. Об этом мы говорили давно уже. Ну, почему только в Белгородской области, понимаете? Ну, это у нас что, приграничная область только в Белгородской? Надо же понимать, что надо просто тупо детей научить, слушать там, я не знаю, там, атаковать, свисток воспитателя, они убегают вот туда-то. Ну, я надеюсь, что это все поймут. И наше Министерство просвещения обязано просто это сделать. Обязано. И дошкольного образования. Вот. Теперь что еще один момент. Вот когда мы набираем военкоматы. В военкоматах надо брать ДНК. Вот ты идешь, тебе ДНК взяли, все. У нас на поле боя мы тоже не можем вытащить определенных наших ребят. Когда мы вытаскиваем оттуда, надо определять, кто это. Это легко сделать. Это обязательно надо делать. Я уверен в этом. Вот это так, на всякий случай. Мы работаем с этим, но это нужно делать. Это война. Понимаете? Это война. Определить сто процентов, что это за человек, не всегда удается. А это надо делать. Это раз. Это тяжелые вещи, но они обязаны быть воплощены. Второе. Обязательно нужно ввести, вернуть, точнее не ввести, вернуть в медвузах кафедры, военные кафедры. Понимаете, это, по-моему, это логично абсолютно. Пардоган. Пардоган, ты показал себя с очень неприятной стороны. Так, чтобы Швецию приняли в НАТО. Хотя очень долго был против этого события. Как же так, ты плюешь на чувства мусульман своих? То, что сожгли корабль в Швеции, это что? Выходит, прошло мимо? А что скажут земляки твои? Как же ты перед ними? Какими глазами ты будешь общаться со своими людьми? Это немыслимо. В исламе нет хуже человека, чем лицемер. Мы призываем наше правительство, нашего президента сотрудничать с Турцией. Если это идет во благо нашей России, значит, надо эту политику проводить. Ведь сегодня Эрдоган, завтра кто-то другой. Мы принимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные. Нас, конечно же, поразило с какой скоростью и Финляндия, и Швеция. Финляндия, кстати, уже вступила в НАТО. В том, что Швецию сейчас активно, насильно увлекают в процесс, который позволит снять известные препоны на этом пути. Поразила та скорость, которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса. От тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял. обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене. Ну и, в конце концов, отказаться от тех преимуществ, которые они имели от особых торгово-экономических, инвестиционных и прочих отношений с Российской Федерацией. Та скорость, с которой это произошло, ну, конечно, заставляет искать причину в полном подчиненном положении, в которое эти страны поставили Соединенные Штаты и весь остальной коллективный запад. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня была информация, что американцы открыли вербовочные пункты для добровольцев на Украину. Я вот удивляюсь, почему. У нас есть такие страны. Северная Корея. Прекрасные, мотивированные бойцы. За 2,5 тысячи долларов воевать будут только так. Маджахеды из Афганистана. Тоже будут... Я не понимаю. Надо, по-моему, этот вопрос нашему командованию проработать. Я думаю, это очень мотивированные, опытные бойцы. И за эти деньги, которые мы платим... Замешанные деньги на ненависти к американцам получились бы отличные специалисты. Очень надеюсь, что ведется какая-то работа. Нам просто скажут в последний момент. Я очень на это надеюсь. И, может быть, нас услышат. Алексей Александрович. Вот что, поддержу прям 100%. Мобилизация нужна. Кого? Северной Кореи, китайцев, еще кого? Стали нет? Пожалуйста. Не, мы-то да. Мы-то да. Мы уже мобилизовываемся каждый день. Это абсолютно точно. То есть... Потому что, знаете, этих мигрантов там... Всегда в выходные выехал на набережную ночью. Одни. Просто на Кремлевской набережной. Нет. Прям... Прям... Хоть фильм снимает. Вот на фронтах надо. Туда. Вот туда. К нам. Это да. Вот было бы хорошо. На таком фоне заправский умелец балансировать на двух стульях Радоган не только похвастал, что Турция с начала конфликта поддерживает Киев, но и отдал Зеленскому главарей террористического Азова. Редиса, Волыну, Колыну и еще двух нацистов, которые сдались в плен во время осады Азов-Стали в Мариуполе. Я напомню, в сентябре 22-го года пятеро командиров в числе 215 и других украинских пленных обменяли на 55 наших военных и Виктора Медведчука. При этом по договоренности азовцы должны были оставаться в Турции под личные, как тогда было заявлено гарантией турецкого президента, вплоть до завершения конфликта. В Кремле заявили, что Радоган не сдержал свое слово и даже не поставил Москву в известность о передаче азовцев Киеву. Есть такой реестр, называется нежелательных организаций. А как думаете, вот если кто-то туда попадает, что это значит для организации? Знаете, я не в курсе дела. Наверное, как черный список. Чем-то они не устраивают, не должно быть, наверное, их. Это означает, что, в общем-то, нужно прекращать ее деятельность и все. Что она, наверное, не может в нашей стране осуществлять свою деятельность. Я это так понимаю. Я про этот реестр вообще, в принципе, не слышал. Народно-антигосударственная деятельность. Наверное, то, что действует против людей. За пропаганду. За какие-то действия физические. Организации, которые нежелательны для вас, скорее всего, попозиционные. Я не знаю, что испытывает человек, который попал в какой-то список, и что испытывает организация, которая состоит из людей, которые попадают в этот список. Но можно им посочувствовать и порадоваться за тех, кто эти списки составляет. Для чего-то они существуют. Наверное, за это они деньги получают, за то, что такие списки составляют. Честно говоря, первый раз слышу, но это, может быть, какие-нибудь инагенты, которые работают на территории России, и сами находятся за границей в свете нынешней ситуации. Что касаемо мобилизации, которая вроде бы должна быть еще, очень многие же отсюда уехали и продолжают работать здесь. Каждая организация, которая нужна для России и делает то, что необходимо для России, она необходима здесь. Но если она против, то, значит, я считаю, что такая организация не должна существовать. Это все возможные НКО, зачем они нам нужны? И так хватает внутренних передряг, которые у нас бывают местные, как говорится, домашние. Наверное, те организации, которые не угодны власти. Я думаю, им неудобно тем, что совершенно другой подход к войне, к обстановке в стране, не так, как считают, как нужно нашей власти. Все, когда ты не угоден власти, политикам, мнениям своим, мнениям первых лиц. Еще в России есть в списке организаций инагентов, экстремистов, террористов. Как думаете, нежелательные отличаются от этих списков? Я считаю, что нет. Не знаю, я думаю, что, может быть, есть какие-то отличия, но недалекие, наверное. Экстремизм – это угроза общества и строя государственного. А нежелательные, ну, это скорее политика чистой воды. Ну, есть, я так понимаю, направление деятельности у них немного разное. Одно все-таки, ну, там, тот же ВВФ – это не сохранение природы, а экстремистки – это, там, уничтожение чего-нибудь, каких-нибудь людей, например. Иноагенты – это, ну, это заблудшее. А вот экстремисты – это совсем другое. Таких надо просто сажать без вариантов. Наверное, у них что-то общее есть, потому что все действует против человека. А что против человека – это все отрицательное, я считаю. Потому что даже все какие-то изобретения, которые создаются, они все создаются во благо человека. А если они расходятся с этим, то я считаю, что они все вот эти, они все вот составляющие у них одна. Как их ни обзови, это просто список, где есть хорошее, есть плохое. Это кому-то нужно. Но это нужно двум сторонам – тем, кто туда заносит, и тем, кто туда попадает. Это всем выгодно, и нужно смотреть на это с позитивной точки зрения. Все с этого должны сделать выводы, принять какие-то меры и жить с этим дальше. Собственно говоря, это прогресс, на основе которого развивается жизнь человеческая. Ну, экстремисты, понятно, чем они занимаются. То есть разжигание распри, война, люди друг друга ненавидят. А нежелательные организации. Но если даже учесть то, как я поставила, что нежелательные – это те, которые предали, скажем так, нашу страну, то у них, естественно, такой позиции нет. Они просто не хотят терять то, что у них уже нажито непосильным трудом. Но так как такая ситуация в стране и страшна, вот они, в общем-то, и… Отличия, конечно, есть. Знаете ли вы примеры каких-то организаций, которые в России не считают… ВВФ, по-моему, недавно признали из таких потомков. Всякие фонды социальные, ну, точно не скажу, некоммерческие всякие организации. Ну, например, простой. Организация работает в России, а на Украину переводите. Ну, нормально. Ну, вот и все. Я не знаю этот список, не знаю, но я всегда против того, чтобы на молодежь это действовало. Потому что молодежь – наше будущее, и я считаю, что они должны правильно мыслить, то есть быть патриотами своей страны. Интернет читаю, поэтому встречаю, ну, слушайте, голову себе не заморачиваю. Там, названиями этих организаций, потому как я к ним отношений не имею. Мне это, так, знаете, постольку-поскольку, наверное, как обывателю. Я не помню точно название, но там была какая-то организация, которая представляла женщинам, которые убегали от тиранов дома, жилье, там, деньги нахвате время, адвокатов. Возможно, что вы видите, что сейчас это то, что по традиционным ценностям, которые сейчас проповедует наше государство, это не вяжется. И поэтому решили убрать. Абсолютно точно про них много читал, как говорится, вот совсем недавно, вот сегодня прочитал там про Чечне, якобы, избили там двух, значит, это, ну, вот я не помню про суть. А так, в принципе, я бы встречал. И мемориал нежелательный, и даже Гринпис теперь нежелательный. Теперь все у нас нежелательное. Ничего же сказать-то нельзя никому ничего. Все кругом нельзя. Слушаете вы русскую музыку подчас полномасштабного повторения? Да. А вы? Да. А где вы слушаете? Spotify, SoundCloud. И кого вы слушаете? С Криптонит, еще много разных экспонятителей. А почему вы это делаете? То, что мне нравится. Вам понравится? Да, мне нравится. А вы знаете, что сам налог по себе виплачуется им? Да, я это знаю. И вы все равно поддержите? Да, я слушаю всю музыку. Но мне она нравится. Так же, как и в принципе украинская музыка. Только украинскую я почти не слушаю.